Новый день Дорога добра, ты выбрал этот путь Дорога добра, с нее нельзя свернуть Дорога добра, когда ты рядом с Богом Дорога добра, прекрасная дорога Дорога добра, прекрасная дорога Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресной во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Веси, Господи. Благослови, Душа моя, Господа, и вся внутренняя моя имя Святое Его. Благослови, Душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяния Его, Очищающего вся беззакония Твоя, Исцеляющего вся недуги Твоя, Избавляющего от истления живот Твой, Венчающего Тя милостью и щедротами, Исполняющего во благих желания Твое, Обновиться я, корня юность Твоя. Благослови, Душа моя, Господа, и вся внутренняя моя имя Святое Его. Благослови, Душа моя, Господа, и вся внутренняя моя имя Святое, И в Царство небесное, Блаженник плачущий, Благослови, Душа моя, Господа, и вся внутренняя моя имя Святое, Субтитры подогнали Симон. 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 Спасибо. Вы знаете, Вы сегодня сказали, что во славу Божью, во славу Божью, действительно, Ваш храм, он великолепен, очень красив, сказочный. Нам так понравилось. Расскажите, пожалуйста, об этом храме, о месте, в котором мы находимся. Мы находимся в Краснодарском крае, в Кущевском районе, село Красное. Село Красное, оно, история имеет примерно 150 лет. Была станция Степная, потом выросло и стало село. И здесь занимаются очень много цветами. И красное, это слово красивое, наверное, да? Ну, да, красивое. Еще дома в красный цвет красили поначалу, вот, и цветами стали заниматься, я думаю, все это в совокупности имело такое, имело такое смысл. Значит, храм этот, можно сказать, что новый. И история храма таковая. Здесь был первый храм еще в 90-х годах. Вот сейчас там богослужение не проходит. В 95-м году настоятельно назначили храма Мученицвера Надежды Любой и Матери Софии Ирея Михаила Шимон. Он сейчас благочинный Кущевского района. И в 2003 году, когда архиепископ Исидор Екатеринодарский-Кубанский благословил закладку храма, построить за храмой, и началось строительство. Значит, строительство началось с чего? С того, что люди выращивали розы, выращивали свеклу, занимались вообще хозяйством. И вот на эти деньги потом покупали кирпичи и материалы, которые необходимы для строительства. Всем миром, получается. Всем миром, просто всем миром. А потом еще, когда вот человек стал трудиться сам, отец Михаил, настоятель, то получилось, и Господь стал давать. И был такой фонд святитель Николая. Они пожертвовали купола на этот храм. И благодаря этому вовремя сделанное действие, выполненная работа, они привели к тому, что здесь такой храм великолепный. Значит, в 2009 году было первое богослужение в этом храме в январе месяце. А 31 октября в этом этот храм осветил митрополит Исидор, Царство Небесное, сейчас владыки митрополиту. И также воскресная школа работает в храме, и богослужение каждую неделю проходит. И не только воскресенье, еще в другие дни бывают богослужения. Я еще настоятель, еще в Ильинке, поэтому мне приходится и там, бывать и здесь. Но люди, видите вы, что люди единые, они стараются помочь, сделать что-то. И вот у нас, благодаря вот этим усилиям людей, здесь такая красота. Я настоятель в этом храме с 2019 года, но строительство было не окончено. Мы тоже здесь то плиткой, то камнями обкладываем. И до сих пор, да, сейчас еще идет работа? Нет, нет, очень много работы, потому что идет, например, пока не доделаешь до конца, будут проблемы. Вот надо было обязательно отвезти воду от храма. Мы и от москвы делали лестницу, потому что лестница тоже здесь начальная была сделана. Батюшка, вот у вас идет сейчас работа, и вы нам предоставите реквизиты, которые мы опубликуем в этом видео. И люди, которые захотят помочь, пожертвовать какую-то помощь, средства храму, они, конечно, это сделают. А с вами мы знакомы еще с православного Азова. Это фестиваль, который проводит Айейская Тимошевская епархия. И мы очень рады нашей встрече, как будто они прощались. Вы запомнились на этом православном Азове тогда, вы и там украсили вот этот фестиваль православный Азов. Знаете, когда вот люди православные объединяются, они, каждый вносит свою лепту, и вот это запомнилось. Вот тогда запомнилось ваше пение. Я думаю, как бы Господь вас, тогда репертуар у вас был тоже хороший, он сейчас стал еще более православный, более церковный. И не каждый, как бы сказать, все музыканты, они идут путем, в основном, эстрадов. А вы славите Бога. Я желаю вам, чтобы Господь вам дал вдохновение необходимое, творческие, как бы сказать, эта творческая работа ведь серьезная для того, чтобы музыка была красивая, хорошая, нужная, необходимая. Я вам желаю. Главное в музыке славить Бога. Все остальное приложится. А вы знаете, что это же самое главное вообще христианство. То есть мы должны привести ко Христу, сами прийти ко Христу и постараться привести людей. Спасибо, батюшка. Спасибо, дорогой. Очень рады встрече нашей. Многое благая лето. Спасибо, Господи. Божьего благословения и помощи Божьей всем тем, кто слушает, тем, кто хочет помочь. И вообще вам еще раз желаю творческих успехов. Божьего благословения и помощи Божьей всем тем, кто хочет помочь. Сейчас будем снимать батюшку, да? Интервью с батюшкой сейчас будем снимать. Традиционно наши блоги, друзья, смотрите, подписывайтесь. И все, будем дружить. Слава Богу за все! Слава Богу за все! Слава Богу за скорбь и за радость! Слава Богу за скорбь и за радость! Слава Богу за скорбь и за радость!